Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы рассказать, какие танки будут после Т-10 и Объекта 430, вариант 2. Это уже официальная информация от разработчиков. Ну, а для начала я хотел бы рассказать, кто выиграл в прошлом видео. Это у нас Юрий 313, он уже получил голду. Если тоже так же хочешь, то ставь лайк под видео, это обязательно. Подпишись на канал с колокольчиком и напиши комментарий со своим ID ВКонтакте. Вот такие вот дела. Ну что, погнали! Итак, друзья, первый танк, который мы обсудим, это у нас Объект 277. Он будет после Т-10. Это уже официальная информация от разработчиков. И, кстати, еще 1 января, по-моему, я делал видео, что именно этот танк будет после Т-10. Если не верите, то заходите по ссылке, посмотрите. И действительно, информация подтвердилась. Именно этот танк и в итоге появляется. Что же это у нас такой за танк? Объект 277. Во многом, как я и сказал в прошлом своем видео, в январском, этот танк обладает теми же плюсами, как и у Т-10. Ну и, конечно же, теми же недостатками. По броне у этого танка 140 мм ВЛД. При этом наклон там ориентировочно 60-70 градусов, что вполне неплохо. Я думаю, где-то там в некоторых местах будет броня 220 мм. Ну, хотя бы восьмерки и некоторые девятки не будут пробивать уже хорошо. Ну и, возможно, рикошеты. НЛД примерно 138-170 мм. Наклон там 45-55 градусов. Ну, тоже не так уж и плохо. То есть, бывает и хуже НЛД. Но все-таки, я думаю, корпус против мощных вооружений не будет особо танковать. Ну, вот башня весьма неплоха, на мой взгляд. Я не могу сказать, насколько она будет хорошо танковать. Но, вроде, больших лючков нету каких-то. Лючки маленькие. Это огромный плюс, я уже считаю. Ну и при этом 290 мм. На мой взгляд, учитывая привиденку, учитывая округлость башни, я думаю, броня в башне будет весьма и весьма неплохая. 224 мм в бортах башни, 80 в корме. Ну, даже по бортам неплохо бронировано. 112 мм в борту. Я думаю, что, как это действие, этот танк не будет являться хорошей машиной для танкования бортом. Хотя он может выполнять эту роль, но не так эффективно. И 2200 прочности у этого танка. Неплохая прочность. То есть, вроде как бы не очень много, но и немало. Ну и стоит отметить, что все-таки танк довольно подвижный. Разработчики говорят, что это будет штурмовой танк. И он отлично будет себя проявлять в атаке, в занятии позиций, позиций ключевых. Ну и в обороне тоже неплохо. Там в отступлении на базу, там может вернуться и отдать отпор противникам. 26. У него скорость поворота башни. Это не так уж и плохо. 32. Скорость поворота шасси. Тоже неплохо. Обзор 400 метров. Весьма неплохо. Максимальная скорость 55 км вперед, 15 назад. Неплохо тоже. В принципе, добротные показатели. Но, конечно, нужно учитывать, сколько у этого танка удельная мощность двигателя. Тут нас разработчики не уведомили, сколько у него там удельная мощность двигателя. Эти еще характеристики тестируются. Конечно, это стоит отметить. То есть, не стоит их воспринимать на 100%, что именно такое и будет. Все. Может быть, что-то поменяется. Но, мне кажется, танк будет подвижный. Ну, может быть, не такой, как Т-10, но тоже весьма шустрый. Бронепробитие у него 265 миллиметров. Это хорошее бронепробитие. На голде у него бронепробитие просто, я не знаю, цифра такая, что нельзя сказать и не удивиться. 350 Карл на тяжелом танке кумолем. Я думаю, тут кумоли. Потому что вряд ли у подкалиберов такое пробитие может быть. Это охрененное бронепробитие. Ну и на ББшках тоже офигенное. Честно говоря, удивляет орудие у этого танка. Оно шикарное. Я уже хочу этот танк и уже готов на Т-10 играть и зарабатывать опыт. 65 пробитие фугасом. Весьма даже достойно. Ну и разброс 0.35. Это, в принципе, нормальная точность. Не идеальная, но весьма неплохая. Время сведения 2,5 секунды. Очень даже прикольно. Очень хорошее значение. Конечно, не супер-пупер-быстрое сведение, но довольно-таки достойное. Ну, нужно еще учитывать стабилизацию, которая, конечно, тут неизвестна. Время перезарядки орудия 11,5. При такой альфе, это, видимо, в стоке, получается хороший ДПМ. Ну и в целом орудие, конечно, впечатляет. Оно божественное и, в общем-то, по ощущениям, мне кажется, даже танк лучше, чем в СЗ-111-5А. Если это так, то это уже очень достойно. УВН тут небольшие. Это недостаток этого танка. Минус 5,5 градусов. Вторая же машина, это у нас К-91. Эта СТ-шка в первую очередь будет славиться просто шикарнейшей скоростью полета снаряда. Ну, наверное, многие недооценивают этот показатель, но уж поверьте, этот показатель весьма и весьма полезен, так как с ним можно легко выцеливать любые быстрые цели там, которые вдалеке едут, легко стрелять на упреждение, легко попадать по противнику. И тут скорость полета снаряда рекордные, рекордные, тут написано так, 1700 метров в секунду. Это просто жесть. Это действительно впечатляет. При этом скорость сведения 1,9 секунды, что довольно-таки быстро. Это стоки. Бронепробитие шикарнейшее. 276. Очень даже добротное. 330 пробитие на голде. Тоже весьма хорошее бронепробитие. 50 фугасом. Альфа тут как у объекта 430 вариант 2. 320. 420 на фугасах. 0.33 разброс хороший. Ну, неплохой, скажем так. Также время перезарядки орудия тут написано 768. Ну, неплохой ДПМ. Наверное, может быть, уступает он объекту 140, но все равно довольно-таки добротный. Максимальная скорость 55. Лучше, чем у 62-ки уже хорошо. 20 назад. Обзор 410 метров. Скорость поворота шасси 50. Отличная скорость поворота башни. Тоже добротная. Также стоит отметить, что прочности у этого танка немного. 1800 меньше, чем у нынешних советских СТ-шек. 140 миллиметров брони в корпусе у этого танка. Ну, в целом, выглядит неплохо. Но я думаю, там, учитывая наклон, броня так себе. 60 миллиметров в бортах, слабые борта, 45 корма, 220 бронирование башни, как до 10 уровня. Это слабовато. 140 борта башни. Ну, такое себе 60 корма. Ну, что можно сказать. Еще ко всему прочему, разработчики пока еще думают над тем, делать ли этому танку полное вращение башни, то есть на 360 градусов, или же частичное. На данный момент они остановились на частичном варианте. То есть, только частично башня поворачивается вправо и влево, что, конечно, является огромнейшим недостатком. Но, тем не менее, вот так вот сделали. Пока что думают, стоит ли оставлять так, или все-таки сделать стандартные 360. УВН так себе тут минус 5 градусов. Впрочем, это не ново для советских танков. На данный момент орудие поворачивается только на 180 градусов. Танк явно для второй линии. И пушка об этом говорит, и бронирование, и количество прочности. Как снайпер он весьма будет хорош. С такой, в общем-то, точностью, с такой скоростью под этого снаряда стрелять издалека на нем будет действительно комфортно. Даже сверхкомфортно. Но вот в ближнем бою, я думаю, он будет не очень. Вряд ли будет живучим. Броня не будет позволять ему сильно там что-то танковать. И в основном он будет для второй линии. Ну, хотя бы там не будет страдать от фугасов. Там еще, скажем, некоторые танки 8 уровня его там, может быть, даже не будут пробивать. В целом, что я могу сказать по этим двум танкам. Мое мнение, что Объект 277 божит по полной. Судя по ТТХ, очень понравился. Я уже предвкушаю. Насчет К-91 тоже весьма интересно. Потому что все-таки хорошая скорость под этого снаряда. Даже не хорошая, а рекордная. Рекордная. И это, конечно, замечательно. Но все-таки К-91, на мой взгляд, если будет у нее частичный поворот башни, это будет действительно проблема. Потому что у меня, например, на Объекте 430 вариант 2 это бесило. А тут еще и башня картонная. То есть была бы башня как у 9 уровня. Тогда была бы, в принципе, неплохая концепция. Ну, а так с картонной башней играть еще и с частичной, это такое себе удовольствие. Хоть и орудие тут точное. Но все равно любопытно. Будем ждать, ребята. Но не спешите быстрее, как можно быстрее набивать опыт. Дело в том, что разработчики заявили, что выйдут эти танки только после польской нации. То есть сейчас выходят итальянские танки. Потом проходит время какое-то, два месяца, например, выходит тест уже поляков. Их вводят и только вот после этого выйдут вот эти вот танки. Это, наверное, пройдет, я не знаю, месяцев пять где-нибудь. Ну, предварительно. Может быть, разработчики решат их раньше вести. Фиг его знает. Ну, и, конечно, это все ТТХ-тестовые. То есть они могут поменяться. Что-то могут разработчики сделать хуже, что-то лучше. Но в любом случае, я думаю, данная информация будет вам полезна. Лично я ее читал с большим удовольствием. Спасибо за просмотр. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok